Всем привет! Меня зовут Юля. Я очень рада видеть вас на своём канале. Я подумала, что как-то слишком уж в последнее время засидел из дома. У меня все видео домашние, и мы давно с вами не были ни в каких интересных местах, поэтому я не придумала ничего лучше, чем пригласить вас сегодня на книжную охоту. Программа у нас такая. Во-первых, Ашан, потому что я там приглядела недорогое здание ЮНСБО. Как вы знаете, я совсем недавно прочитала первую книгу серии про Харри Холли, которая называется «Не топыри». Она мне, в общем-то, понравилась. Я готова продолжать своё знакомство с автором из этой серии, поэтому прикупим сегодня, надеюсь, пару детективчиков. Я, правда, эту серию приглядела там ещё зимой. Не знаю, может быть, уже цены выросли, но всё равно, мне кажется, в Ашане покупать книги выгоднее, чем на других маркетплейсах, поэтому будем верить, что удача мне улыбнётся, и я куплю их сегодня по приятной цене. Ну, наконец, второй пункт в нашем охотном, так скажем, плане — это барахолка «Чумодан». Там есть большая книжная секция, насколько я знаю. Я, правда, видела её в видеоблогера, который он снимал года два назад, но мне хочется верить, что за это время там ничего не изменилось, что там по-прежнему очень много интересных книг, и мы их сегодня с вами обязательно увидим. Так что запасайтесь чем-нибудь вкусненьким, заваривайте себе чай, кофе, что вы там больше любите, и поехали, что ли? Вообще, конечно, прийти в субботу в Ашан идея так себе, но мы не ищем легких путей, как говорится. Надеюсь, что в книжном отделе будет не так много народа. Смотрите, какое интересное издание я нашла. Я такого ещё, если честно, не видела. Твёрдый переплёт. Вот такие приятные обложки. Давайте посмотрим. Это «Эксмо». Классическая современная литература. Смотрите, нашла здесь Денила Киза. «Войной мир», «Буковский», «Достоевского», «Прея Брэдбери», «Джейн Остин», «Гомера» даже. В общем-то, довольно неплохой ассортимент. Можно найти себе что-нибудь интересного. И цены приятные, обратите внимание. Ну и вот такая серия от издательства «Аст». Здесь у нас, в общем-то, только классика. Издание так и называется. Мировая классика. Гёте, Толстой. Моем. Покетбук, как обычно, в ассортименте. Цены, мне кажется, примерно такие же, как и на лабиринте. Я, правда, не сравнивала, но в целом выглядит как будто одинаково. Вот это, кстати, книгу искала Кадзюо Исигура, когда мы были сиротами. Мне очень нравится. У Исигура «Погребённый великан». Пока у меня не складываются отношения с «Не отпускай меня». Но интересно что-нибудь ещё у него почитать. Здесь у нас Конан Дойл. Паулс у меня есть. Ну и куда же без над пропастью Варжи и Рея Брэдбери. Слушайте, вы не поверите. Смотрите, сколько здесь теперь стоит Незбё. Я не то приокупила за 100 с небольшим рублей. Сейчас здесь одна книга стоит уже около 300, а некоторые 300. Это абсолютно такая же цена, как и на лабиринте, например. Я просто в шоке. Ну, как говорится, раз пришли, давайте смотреть, что здесь по ассортименту. Доната Корезия. Довольно много его книг. Здесь представлено Франк Телье. Вот эту я очень хочу прочитать. Синь смертей Эвелина Хардкасл. Знаю, что есть ещё в твёрдом переплёте, как это обычно бывает. Серия The Big Book. Я думала, может быть, прочесть в электронке и не покупать в бумаге. Ещё подумаю пока. Здесь у нас большой ассортимент женских всяких романов. Дарья Донцова вижу. Немножко Стивена Кинга. Я, если честно, таких книг у него даже не знаю. Но я не большой знаток Кинга, поэтому я думаю, что мне простительно. Супер популярный Ричард Осман. Его клуб убийств по четвергам. У меня, если честно, как-то нет желания читать эту серию. Слышала самые разные отзывы. От супер положительных до, так скажем, было скучно. Не рекомендую. Поэтому как-то нет у меня особого желания. Здесь прямо классный ассортимент эксклюзивной классики. Я когда в последний раз здесь была, было как-то не очень много книг этой серии. Очевидно, что был прям завоз такой основательный. Мне прям очень нравится сегодня здесь выкладка. Очень классные авторы. Интересные произведения. Я, например, уже положила глаз на Гюстава Флабера. Я Госпожу Баварит читала. У меня даже была книга, купленная в Букинисте. Но куда-то она у меня запропала. Я ее так и не могу найти. Вот все. Хочу купить себе все-таки экземпляр, чтобы он у меня был. Дженеир. Гордость и предубеждение. Письма к брату Тео, Винсента Ван Гога. Тоже очень интересно. Гастон Леру, призрак оперы. Франц Кавка. Кавка и процесс и превращение. Вот, кстати, Ширли Джексон. Помните, я вам недавно рассказывала, что купила... Мы всегда жили в замке. Вот призрак дома на холме. Такая супер каноничная книга Ширли Джексон. Как про нее рассказывают. Лунный камень Луки Коллинза. Может быть, прикупить. Мне очень понравилась предыдущая его книга. Лунный камень Луки Коллинза. Давайте посмотрим, что еще, кроме эксклюзивной классики, у нас здесь есть. Азбука классика. Здесь стенд поскромней. Вижу моего ненавистного Архана Памука. Я шучу, конечно, но просто мне прям как-то совсем он не зашел. Чумные ночи. Очень красивая обложка, но я не уверена, что буду его читать. Утиная охота Вампилова. Кстати, очень хочу эту книгу. Я обожаю пьесы Вампилова. Я была уже на двух, кажется, да, двух спектаклях, поставленных по его пьесам. Они мне очень нравятся. Это «Утиная охота» и «Старший сын». Может быть, стоит прикупить мне уже сборничек, потому что я читала только в электронке. Вот это замечательная книга. Всем рекомендую. Если любите читать что-то про врачей, про медицину, записки врача Викентия Вересаева. Это такой прям классический образец, записок доктора начала 20 века. «Хроники странствующего кота» Хиро Арикава. «Дьявол и темная вода» детектив Стюарта Тёртона. Кстати, все тоже смотрю на нее, никак не возьму на прочтение. «До встречи с тобой, Джоджо Моэс». У меня есть эта книга, правда, в другом издании. Я, в общем-то, не особо люблю такие суперромантичные истории, но вот эта меня абсолютно покорила, как и фильм с Эмилией Кларк. Это одна из моих самых любимых актрис. Очень много Николаса Спаркса. Марк Леви. Ну и переходим к следующей серии. Это у нас «Азбука. Мировая классика». Одно время мне очень нравилось собирать эти книги, потом как-то вытеснили другие издания мою любовь к этому. Но у меня довольно внушительная коллекция из этой серии именно. Здесь, в общем-то, повторюсь, эта серия «Мировая классика» и здесь все по классике. Много русских авторов. Вот такая коллекция зарубежных. Я, кстати, купила в Ашане как раз в прошлый мой поход сюда. Эленор Портер по Лиану. Вот она здесь наверху по-прежнему стоит. Яркие страницы. Я, если честно, эту серию не очень люблю. Мне кажется, она супер быстро пачкается. Если ее пару раз потрогать, на вот этих прекраснейших цветастых обложках останутся следы. Но цветовые решения здесь интересные, очень приятные. Мне кажется, на полках такая серия смотрится прямо здорово. Очень меня интересует вот эта книга Юрия Полякова. Это, кажется, вторая часть. Есть еще первая, которая так и называется «Сов детство». Я очень люблю какие-то ностальгические, теплые, светлые истории про Советский Союз. Есть у меня какое-то такое увлечение. Меня в свое время очень в электронке заинтересовала вот эта книга про советскую разведчицу. Иногда хочется почитать какой-то вот такой интересный нонфик от корпуса. Мне кажется, очень здесь может быть классная история. Вот уж что точно не ожидала увидеть на полках Лошани. Это Юргена, моего любимого Торвальда. Две криминалистики в одном томе. Цена, в общем-то, почти такая же, как и на Лабиринте. Есть она у меня в отложенных. Обязательно, обязательно скоро куплю. И из интересного «Жизни наедине» Кристин Ханны я купила в буквально своих последних книжных покупках эту книгу. Обошлась мне она вроде бы в 500 с небольшим рублей. Здесь, посмотрите, вот вам и Ашан. Замечена безгрешность Джонатана Франзена. Я все никак не возьмусь за Франзена. Она обещала в этом году обязательно-обязательно все-таки нужно будет прочесть. Ну и вот, посмотрите, книга «Несчастных случаев». Передаю привет Рите с канала Рита Миллер. Знаю, что она ее собирается скоро читать. Здесь вообще очень много всяких триллеров, я так понимаю, и детективов. Вот знаменитый «11-22-63». Смотрела сериал, который мне очень понравился. Вот такая замечательная книга. Уверена, она тоже ужасно интригующая. Есть еще «Билли Саммерс» и «Кладбище домашних животных». Смотрите, вот такую интересную серию обнаружила на нижних полках. Никогда ее еще не видела, даже не знаю, что это за издательство. Это пальмира, кстати. Вот такие приятные, немножко желтоватые листы. Приятный шрифт. Это «Раковый корпус» Александра Солженицына. Всем советую прочесть эту книгу, несмотря на то, что она очень тяжелая. В свое время буквально меня размотала и порвала мне сердечко на клочки. Но, тем не менее, книга прям очень достойная. Вот такая интересная обложка портрета Дориана Грея. Это та же серия. И «Доводы рассудка» Джей Ностин. По мне, так очень симпатично даже. И удивилась я найти здесь Павла Басинского. Это подлинная история Анны Карениной. Очень рекомендую Павел Басинский. Довольно известный исследователь творчества Льва Николаевича Толстого. Я вот конкретно эту еще не приобрела. Но одна книга из этой серии у меня уже есть. Расскажите мне, пожалуйста, давно в Ашане такие дорогие книги. Я была там буквально несколько месяцев назад. И там были довольно приятные цены. Да, не делись. Расскажите мне. Может быть, вы знаете. Но раз уж у нас охота, я все равно урвала там несколько книг. Буду уже, наверное, дома вам их показывать. Так что надеюсь, что с барахолкой все пройдет удачнее. Приехала на Дубровку. Здесь такой очень приятный скверик. Заодно прогуляюсь. Обожаю весну. Кстати, пишите в комментариях, какое у вас любимое время года. Мое именно это. Причем именно вот этот период. Где-то середина, конец апреля. Когда у меня полным цветом аллергия на цветение. Но я все равно очень люблю этот период. И с большим трепетом всегда к нему отношусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Если покопаться, мне кажется, прям задаться целью, то здесь можно, конечно, отыскать кладезь всего интересного. Некоторые книги, как вы видите, продаются сразу серией. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несколько томов за довольно демократичную цену. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затесался на полочку с детективами. Здесь довольно разнообразные выкладки, но большую часть авторов я вижу, если честно, впервые. Из знакомых, ну, разве что, Гришем, собственно, Кинг, Чейз, Честертен и Анна Хмелевская. Ну и, конечно, куда без королевы детективов находим полочку с Агатой Кристией. Мне казалось, конечно, что будет она повнушительнее, но чем богаты. Давайте посмотрим, что за детектив. Тайна семи циферблатов. Я, если честно, про такое даже ни разу не слышала. Мелькают на полках и современные книги. Вот, например, удалось обнаружить тоже практически новую «Вызовите акушерку». Уильям Фолкнер. Если честно, не знаю, что за произведение. Фитджеральд. Последний магнат. Рядом Джон Фаулс Волхв. У меня нет, кстати, такой книги. Надо бы уже приобрести, чтобы собрать Фаулса. Полочка с ремарком. Какое-то интересное издание. Ветхое. И Эдгар Аллан По. Страшные мрачные рассказы. Наверху притаились всякие собрания сочинений. Жорж Санд. Дюма. Рэй Брэдбери в ассортименте. Есть полки с литературой на иностранных языках. Вот здесь, например, английский. Его, само собой, больше всего. Если честно, я для себя ничего интересного не нашла. Тем более, многие книги довольно в плачевном состоянии. Есть всякие учебники. Ну и полки с другими иностранными языками. Здесь у нас и французский, и болгарский, и польский, и чешский. На парохолке было очень тяжело снимать. Там было много народа и узкие пространства книжные. Поэтому я заранее извиняюсь за качество видео. Тем не менее, удалось мне находить целых пять книжек. Бегу домой их вам показывать. Слушайте, как я рада наконец-то вернуться домой. Так выясняется, что мое самое любимое место для съемки – это дом. Потому что я, на самом деле, мне кажется, устала больше всего сегодня не от каких-то там передвижений, метро, трамваев, прогулок пешком. Я устала от большого количества людей вокруг меня, которые постоянно лезли под руку, которые мешали снимать. Плюс я еще такой довольно стеснительный человек. Мне очень тяжело снимать в общественных местах. Я пока еще никак не могу переступить через этот барьер. Поэтому для меня сегодня был такой прям челлендж. Не знаю, насколько я с ним справилась. Если вы слышите звуки на заднем плане, это мой кот ругает голубей на подоконнике. Так что не обращайте внимания, все в порядке. Я обещала вам показать пять книг. И я собираюсь это сделать прямо сейчас. Во-первых, что я купила в Ашане? Можно было догадаться, я показывала все эти книги. Во-первых, это «Утиная охота» Александра Вангилова. Я читала этот сборник за исключением, пожалуй, нескольких пьес. Я не читала «Дом окнами в поле» и «Прошлым летом в Чулинске». Все остальное я читала. А, вот еще «Провинциальные анекдоты» тоже еще не читала. «Старший сын», «Утиной охоты» и «Прощание в июне» мной уже прочитаны в электронном формате. Плюс я смотрела спектакль по «Старшему сыну» и по «Утиной охоте». Мне очень нравится «Вампилов». Мне прям нравится, как он пишет, как он чувствует характера своих персонажей. Это всегда очень интересно. Я всем советую, если вы читаете пьесы, обязательно познакомиться с «Вампиловым». Как никто другой, драматург умел говорить о проблемах своего поколения, о нравственном выборе, перед которым рано или поздно оказывается каждый из нас, о том, как искажаются в будничных обстоятельствах понятия совести и долга. Он вывел на сцену новый тип героя – мыслящего, рефлексирующего, остро ощущающего разлад самим собой с окружающим миром. Мне кажется, лучше и не скажешь. Вот эти его фирменные персонажи, которые действительно очень много рефлексируют, очень много осмысляют себя, свое место в этом мире. Именно они сделали «Вампилова» таким узнаваемым автором. Я еще купила «Тысячу осени» якобы Дезута Дэвида Митчелла в издании «The Big Book». Мне почему-то нравится собирать это издание именно в мягком формате. У меня уже немало таких книг. Мне почему-то прям по кайфу. Даже не хочется большие книги в твердом переплесе покупать. У Дэвида Митчелла я читала «Облачный атлас». Он мне понравился. Насколько я помню, хоть это было и ужасно давно, наверное, больше пяти или шести лет даже назад. Я все собираюсь познакомиться с чем-нибудь еще у Митчелла, но все никак у меня руки не доходят. Чтобы они наконец-то дошли, я просто взяла и купила книгу, потому что у меня больше ничего из Митчелла в коллекции не было. Я даже не знаю, если честно, о чем этот роман. Давайте вместе сейчас попробуем разобраться, если здесь есть какая-то аннотация. Итак, молодой клерк Якоб де Зуд прибывает на крошечный островок Дэдзима под боком у огромной феодальной Японии. Среди хитроумных купцов, коварных переводчиков и дорогих куртизанок он должен за пять лет заработать состояние, достаточное, чтобы просить руки оставшейся в Роттердаме возлюбленной. Однако на Дэдзиме его внимание завладевает молодая японская акушерка Арито и зловещий настоятель далекого горного монастыря Энамото Сенсей. Что-то про Японию я совсем не против. Знаю, что вроде бы как книга начинается с очень подробных описаний родов. Ну, я такое люблю. Я люблю все медицинские манипуляции в книгах, поэтому меня этим не напугать. Я просто помню, что кто-то из книжных блогеров об этом рассказывал, и я навсегда мне на подкорку памяти это отложилось, и я теперь почему-то эту книгу ассоциирую именно со сценой родов. Ну, собственно, да, так и есть. Я уже вижу даже картинку, могу вам ее показать. Хотя нет, знаете, не буду вам ее показывать, мне кажется, не всем понравится. Так что поедем дальше. Еще в Ашане я купила госпожу Бавари. Книга мною прочитанная, тоже довольно давно, в рамках курса по литературе в университете. Она мне очень понравилась. У меня была, кстати, бумажная версия, купленная в букинистике, но, как я уже говорила, она пропала, не могу ее найти. Я, кстати, сохранила чек, чтобы рассказать вам про цены. Значит, госпожа Бавари мне обошлась в 205 рублей, Митчелл в 306 и Вампилов в 197. В итоге я в Ашане накупила книг за 710 рублей. Ну, в общем, не то чтобы очень дорого, конечно, это такие средние цены обычного магазина, ну и не супер дешево, как я ожидала. Я, вообще-то, в Ашан поехала за ЮНСБО, но, как вы понимаете, я не купила там ничего из ЮНСБО, потому что очень дорогие какие-то книги. Я лучше закажу себе что-нибудь на лабиринте подешевле. Вот. Ну и перейдем, наверное, к покупкам с барахолки. Там мое внимание остановилось на двух книгах. Во-первых, это Daisy Faye Чудеса Фэнни Флэк. Мне очень понравились жареные помидоры, и я решила продолжать свое знакомство с автором. Я купила жареные помидоры в бумаге. Спойлерю вам немножко своими книжными покупками апреля, которые я буду вам скоро показывать тоже. А тут увидела вот эту прекрасную малышку. Это еще старое издание 2009 года. Стоила она 250 рублей. В идеальном она состоянии. Я не знаю, то ли новая, то ли... Ее даже, знаете, не открывали еще до конца. Ее еще можно даже открыть. То ли новая, то ли просто очень аккуратно прочитали. В любом случае, эта цена приятнее, чем стоимость нового такого издания. Хотя, вроде бы, было бы здорово собирать Фэнни Флэк в одном ключе, так скажем. Но я особо не парюсь по этому поводу. Так что ничего страшного, если у меня издания Фэнни Флэк будут немножко отличаться. Ну и, наконец, финальная покупочка. Это Томас Вулф «Взгляни на дом свой ангел». Я давно хочу познакомиться с этим произведением. Это дебютный роман Вулфа, который считается лучшим его произведением. «История семьи Гант» — это история семьи Вулфа. Главный герой Юджин в значительной мере автопортрет самого Томаса. В общем-то, не густое описание. Хотела вам прочитать какую-то аннотацию. Потому что я уже, если честно, забыла, о чем конкретно эта книга. Просто помню, что очень хотела ее прочитать. Томас Вулф — классик американской литературы. Поэтому было бы здорово с ним познакомиться. Ну и обязательно расскажу о своих впечатлениях, когда у меня руки дойдут до этой книги. Спасибо большое, что посмотрели мою незатейливую книжную охоту. Я надеюсь, что она вам понравилась. Я пока только учусь снимать подобные форматы. Но надеюсь, что следующие мои какие-то попытки одиночной вывозки будут лучше. И у меня получится подснять и рассказать побольше. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого по каким-то причинам не сделали. Ну а я буду с вами прощаться. Пока!